Человек будущего, хома, который нас вас ждет, потому что я вчера пообещал, я сказал, что я вас уговорил, чтобы вы сказали, как вы справились с этим острейшим состоянием стресса, который у вас был, и мы с вами сколько раз встречались вот так вот в скайпе? Мы с вами встречались в пятницу, в субботу, и в воскресенье я была, сама делала, и в недельник сама, и в вторник тоже. Ага, а когда мы встречались, что мы делали? А что мы делали? Мы делали разгрузку дыхания и волну. Правильно, сколько минут мы делали ключевое дыхание? Ой, ключевое дыхание я уже не помню, но я его периодически делала, потом шли крики, потом кричала, потом головой мотала и руками мотала, это первый день. Потом опять включала периодически ключевое дыхание. Да, да. Я для тех, кто новичок, которые не знают, что это такое, сейчас буду сразу комментарии давать, а вы соглашаетесь или не соглашаетесь? Вот я сразу скажу, что значит ключевое дыхание. Это одна-две минуты человек, когда дышит естественным образом, ничего не меняя. Да, да. Оно у меня периодически было, я дышала, дышала, потом эта волна, потом... Сейчас, сейчас, не спешите, пожалуйста, сейчас, сейчас. Естественным образом ничего не меняет. Немножечко там подсказывать. Да, подсказывайте, подсказывайте, да. Только я должен успеть сказать несколько слов, потому что я всегда рассчитываю на то, что кто-то новенький зашел к нам и не знает вообще, как таблица умножения, не знает, что такое ключевое дыхание, что такое хлёст, что такое релаксация, что такое волна. Вообще не знает, вообще не знает ничего. Я поэтому чуть-чуть вводную часть сделаю. Значит, Валентина, она из другого города, она ко мне обратилась, потому что у неё был жуткий стресс. Какое у вас было состояние вначале? Ужасное моё состояние было. Я вообще не знала, где я и что со мною. Может быть, вы мне будете задавать вопросы, а я там буду отвечать. Да, да, да. Вот вы ко мне обратились и сказали, что вы после больницы были или как вы были? Что-то случилось или что? Да, я так потихонечку могу войти в это и рассказывать. Да, да, да. Вот вы сейчас на волну войдите, да? На волну войдите и спокойно рассказывайте, потому что у Валентины было 10. Шторм был, да? Шторм. Когда мы измерили, сразу я спросил, сколько у вас? Шторм потом. Она сказала шторм, это 10. Шторм, значит, четвёртая часть или одна третья часть. Это первый вечер. Сколько мы с вами? Мы добились вдоха. Сейчас, секундочку. Валентина, сколько минут мы с вами встречались первый день? Мы первый день с вами час занимались. Час занимались. Ну, половина этого часа я рассказал, а потом вы делали. Потом я наблюдал и вам подсказывал. Так же было или как? Расскажите, как это было. Делайте, делайте. Делайте, делайте. Да, да, я говорил, делайте, делайте. А сам что я делал в это время? Пил чай. Пил чай. То есть я занимался своими делами, Валентина занималась своими. То есть я ей показал эту волну, и она её делала и делала. А я поглядывал на экран, и, ну, тут я разговаривал с приятелем, он ко мне приехал. У меня же тут кто-то был ещё, да? Да, да. И второй день я наблюдала за Володей или Вова у вас был, не помню, парень. И я как раз второй день уже немножко отхаркивала, а третий день вы сказали, что занимаетесь сама. И я пошла на волну сразу и начала петь. И потом уже пошли слёзы, потом пошли опять махи, махала руками, разговаривала, в детство ходила. Да, да, послушайте, что происходило. Я сейчас по порядку, системно расскажу. Значит, Валентина, первый день. Я ей сразу сказал, надо измерить исходное состояние. Она сказала, у меня такое состояние, что я не знаю, где я нахожусь. У меня такое жуткое состояние, поэтому я к вам обратилась. А вы почему ко мне обратились? Потому что я вас знала, и я вас знала с 19-го года. И мы с вами по скайпу разговаривали. И мы кое-какие упражнения делали. Вы кое-что мне послали. Запись есть. А вы тогда почему ко мне обратились? А я тогда обратилась, чтобы правильно научиться делать синхрогимнастику. Синхрогимнастику. А зачем она вам была нужна? Потому что я, посмотрев по телевизору ролик здоровья, где вы там показываете, как всплывают руки. И делали тест на... Тест на... Ну, как он называется, боже мой. Ключевой стресс-тест. Это когда руки расходятся. Ключевой стресс-тест делали. И я повторяла все за вами и за этой девушкой. И у меня получилось. Получилась такая легкость. Такая свобода. Настроение другое. И я... Движения у меня были другие. И я ходила быстро. Я, ну... Короче, летала. Потом думаю... И вышла, нашла вас. Уже по Ютубу. И это самое. И вышла... Смотрели передачу, которая еще в СССР была по телевидению? Да. Да. Это была программа здоровья. Да, по Первому каналу. По Центральному телевидению еще до этого. Это же были 90-е годы. Нет, это были... Это уже были... Может быть, но... Вы там еще молодой. Ну, это повторы какие-то показывали. Да, я тогда молодой был. Это было 50 лет назад. Нет. Ну, 45 лет назад, наверное, это было. Ну, 90-е. 90-е. Я тогда был в Останкино. Ну... В этом году... А я в 19-м уже вот встретила ваш этот ролик. И потом начала искать и нашла вас в Ютубе. А, это уже через столько лет. Ну, понятно. А тогда я был молоденький. Я тогда... Да, да. Это была передача «Помоги себе сам». И мы ее с Толиком Алексеевым вели. Да, я уже потом по Ютубу смотрела передачи «Помоги себе сам». Да, и в этих передачах, кто хочет, могут посмотреть там... Ну, где-то штук 5-6 моих там... Я же с этой... Эта передача «Помоги себе сам» стартовала с метода ключ. И миллионы людей в СССР и в других странах, потому что смотрели центральное телевидение в разных странах тоже. Они обучались вот этим приемам левитации. Как руки расходятся. Как выходишь на состояние безмятежности. Я тогда называл это состоянием... Нирвана. Режим саморегуляции. Да, да, да. Это сейчас за столько лет я понял, что это за состояние. Что это состояние нирваны. Да. Которое Будда тоже искал 30 лет и нашел. И я тоже 30 лет у меня прошло на то, чтобы я понял, что вот это состояние глубокой безмятежности. Когда человек снимает стресс. Вот у него, допустим, 10 на шкале. А здесь 10 делений. И вот он снял стресс полностью. И у него вот здесь вот ноль. И вот эта безмятежность. Вот это состояние, оказывается. Да, оно и есть нирвана. И Будда тоже объяснял своим ученикам, как его получать. Но у него был путь к этой нирване. Метод медитации. У нас путь более короткий и рассчитанный и на людей, которые в очень остром стрессе. Которые не могут сосредоточиться. Не могут пройти те этапы, которым учат медитации. Вот я хочу вас спросить. Когда у вас вот такая 10, когда у вас было. Когда вам плохо было. Когда вы стали меня опять искать. Вы могли там... Что вы могли сделать? Вот я ключевое дыхание дал. Потому что там одну минуту всего. Надо дышать, как дышишь. Ну, обычно через нос люди дышат. Через нос дышишь. И искать тепло. Момент доха или выдоха. И все. Одну минуту. А потом, я сказал. Потом выходите на волну. То есть делайте, что делается. Приятные колебания делайте. Приятные в каком смысле. То есть переживайте о чем. Переживайте. Ну, вот человек моет руки на кухне. Или тарелки моет. Или там со стола убирает. И переживает. И по комнате ходит. Переживает. Вот продолжайте так переживать. Но на фоне колебаний. Вот, вот, вот. Таким образом соедините. Естественное переживание свое. Что у вас там горит внутри. Как говорится в душе. С этими колебаниями. И окажетесь в потере. Как мама ребенка качает. Да, все горело, Хосай Магомедович. Все горело. Все горело, да? Да, все горело. Я думала, что я вообще с ума сойду. Потому что давит солнечное сплетение. Тут задыхаешься. И вот мы первый день работаем с вами. И когда вы сказали, что работай сама. Я даже думаю, ну, раз сама, так я буду сама. И давай, отдала волю рукам. И не стала сдерживать себя. А я все время сдерживала себя. Сдержанная была. Нераскрытая. И вот тут я думаю, подумала, так, нужно раскрыться. Нужно, ну, короче, я начала это делать колебания. И это колебание дало мне возможность. Ну, в этом колебании я начала говорить. Я начала кричать. Я стонала. Я сказал, я говорю, что рвется из вас. Будьте, как свобода в чистом поле. Будьте сама собой. На эту свободу я и хотела выйти. Но когда начала кричать, когда начала кричать, прокричала. А тут вдох появился. Я крикнула, я дышу. Я дышу. Ура, ура. То есть по существу я вас ввел на путь освобождения, раскрепощения. Да, так бы. А мама, я бы... Делайте, что вам хочется. Делайте, что вам хочется. Вы час или полтора вы со мной работали. Час 10, час 20 минут, по-моему, вы со мной работали. Делай, делай, делай. Еще пять минут делай, делай, делай. И я эти... Этот час, в который мы с вами работали, даже больше, я когда услышала, что я дышу, и это самое... У меня уже другое было состояние. Уже стало немножко... Уже успокоилось чуть-чуть, что я дышу. Потому что я плохо дышала. Вот, первый день. Ну, хорошо, хорошо. Вот тут важно понять. Вот этот час 20 минут, что мы с вами работали, вы самостоятельно сколько делали? И сколько мы делали, когда я вам говорил, делайте так, делайте так? Ну, я-то всем объясняю, что ключ помогает врачу или психологу облегчить свою задачу повысить эффективность встречи. За счет того, что обучает человека. Не сам с ним работает, вот как обычно, вот как Кашпировский работает там. Да, да. А то человек сам делает все, а специалист просто дал совет. Мы же не клиника, еще раз повторяю, мы никого не лечим, чтобы это запомнили. Я даю советы, а человек делает эти упражнения сам. Ну, например, как советы по йоге, или по цигуну, по аутогенной тренировке, я тоже их могу давать. Ну, там нет таких приемов. Потому что в йоге, в цигуне, и в других методиках, и в сильвом методе, и в других методиках, и в альфа-состоянии, и прочее, десятое, там нету этих приемов, потому что там задачи были иные. А здесь задача вывести советом, советом, вот по телефону посоветовать, или по телевизору. Делай, делай, делай. Давай, давай. Сам делай. Вот в этом суть. В этом суть, что я оказываю скорую помощь на дистанции. Спасибо вам большое. Раньше такой задачи не было. Раньше такой задачи не было. Люди раньше были привыкши к тому, что нет, нет, нам надо рядом с вами вас голос слышать, вам надо вас видеть. Все-таки личная встреча, это совсем другое. Вы мне подсказывали. Дай подачу на дистанции. Да, вы мне подсказывали, я все делала сама. И то, что приходило, все движения. И как вы... Я даже не заметила, что у меня голова там крутится сама по себе. Я это не заметила и не почувствовала. Я этот момент сейчас расскажу, что было. Короче говоря, там суть такая. Для новичка, кто не знает, что такое разгрузка, ну, ключевое дыхание понятно. Вы можете ролик посмотреть. Это одна, две минуты, и все. Тогда, как в других методах йоги и так далее, нигде таких скоростных нет методик. Это скоростная методика, которая буквально за одну, две минуты сбрасывает, помогает человеку сбросить стресс и выйти на состояние чуть ли не полусна. Это очень сильная методика. Вот если было 10, может стать сразу ноль. За одну, две минуты. А у другого недостаточно. И тогда он подключает волну. Волна это, когда ты продолжаешь переживать, как тебе, естественно, переживается, ничего не меняя. И вот тут я хочу сказать главное, то, что я и вам сказал, и вы меня поняли. Я сказал, не выкидывай плохие мысли, не борись с ними, не старайся расслабиться, не старайся ни в коем случае расслабиться, не ищи покой, не ищи покой. Нет. А переживай. О чем переживается? Не работай так, два дня. Но на волне автоколебаний по зеленой зоне, когда так вот плещется волна или березка качается, и вы продолжаете переживать. Если плачется, плачь, а если не плачется, не плачь. Плачь, а если тебе хочется вбить, вой, стани, что тебе хочется. Было, стало. Правильно? Вот так было, да? Было так. Восстанавливаться можно только с водой. Будь свободной. Это было два дня у нас. Когда капризничий должен делать, что ему хочется, и ты делай, что хочется, и вы делаете, что хочется. И вот вы делали, что хотели, потому что мне вчера одна дама говорит, у меня никак не получается, никак не получается, а я говорю, покажи, как ты делаешь. И она мне показала, оказывается, она села, закрыла глаза и начала искать внутри эту волну. Не надо так делать, я сказал. Вот ты уже в кухне посуду можешь, переживаешь, переживаю. Когда ты это делаешь, переживаешь, переживаю. Да, вот ты продолжай переживать, только выходи, вот ты качайся. Просто переживай и качайся механически. Как мама ребенка качает. Он переживает, мама ребенка качает. Почему это сто раз повторяет? Чтобы вот это поняли смысл. И мы не слышим. И мы не слышим и не понимаем. Я хочу повторить несколько раз. И вот она делала, делала, потом она стала вот так головой крутить, и говорит, у меня голова крутится, круть, сама пошла крутиться голова, голова, я говорю, осторожней, осторожней, скажите себе, стоп, спокойнее, потому что шея может быть пострадать. Так, стала вращаться, как пропеллер. Вот что было в этот момент, когда у вас голова стала крутиться? Да. Что? Вот голова, когда вы отпустили свое тело, тело качалось, вы переживали, в какой-то момент у вас стоны пошли, или что пошло, расскажите. Пошли стоны. Я почувствовала, я вся взмокла, я вся мокрая была. Стоны, крики, передо мною стояла больница, где я лежала, передо мною больные, и там, где я была, и эти капельницы, и как мне это было трудно и тяжело все это пережить, и смотреть на все это. Я вначале не понимала, что происходит, а когда стала понимать, я просто отворачивалась, чтобы не смотреть на это все. Обслуживающий персонал, это были молодые, шестой курс, студенты, очень терпеливые, очень себя достойно, с уважением относились, очень помогали, подсказывали, как дышать, подходили, ухаживали за нами в реанимации. Эти ребята, это ребята, это молодые девушки, он приходит, помогает тебе даже укрыть, то, что капельницы ставят, то, что уколы ставят, и он разговаривает с тобой ласково, приветливо, и как-то, ну, и доверяешь. А я не понимала, что это студенты. Когда я увидела, что это молодые ребята, я начала разговаривать с ними, как тебя зовут? Алеша. Я говорю, ой, Алеша, Алеша, сыночек. А он говорит, вот я вас принял, это самое, вы моя пациентка. Я говорю, ой, если все такие будут, как ты, я согласна. Но они дежурили, по 4 часа, они уставали, потому что часть уехала на Румынию, а часть осталась здесь, в скорой помощи. И эти ребята через каждые 4 часа менялись, потому что очень уставали. Людей много, поток большой, и всем нужно уколы поставить, и всем нужно капельницы поставить, кому-то дыхательные аппараты. Мне как бы немножко повезло, я с этими, только на лицо у меня был аппарат, маска это была, и мне сказали, лечь на бок, на левый бок, но пока мне не поставили капельницу, в плечо не поставили этот катетер, я уже на живот не могла лечь. А потом уже, когда поставили катетер, это был один бок, второй бок переворачивался. Конечно, возле меня находились привозили кроватика с женщинами, с мужчинами. Я видела, это были сахарный диабет, это были люди с аритмией, и они просто уходили. Они просто уходили. А я не могу видеть, хорошо, что я не понимала, что они уходили. Что значит уходили? Куда уходили? Они уходили из жизни. Они два-три дня там же, это самое, их потом, как это слово, тубируют, я не понимаю это слово, тубируют. То есть они уходили, да? Да, они, ситуация была у женщины 30, 73 года, у нее было 34, и она говорит, оставьте меня в покое, а там ей одели эти, поставили аппараты, я не знаю, что такое там стоит, все не наше, и пластмассовые, она так, как ее положили, так это самое, якобы подкормка, и через 3-4 дня укатили эту кровать. Я хочу понять, они что туда все попали? И вы что туда попали? Что это за больница? У вас что было такое, что вы туда попали? Это кишиня у скорой помощи. Скорая помощь. Скорая помощь. А вы по поводу чего туда попали? Я попала туда, у меня начались бронхи. Так. Да, а меня в скорой, в скорой мне назначили лечение. И оттуда я начала колоться, пила таблетки, а мне стало еще хуже. И меня просто согнуло. Потом они берут и делают тест на ковид, и говорят, у вас ковид. И я попадаю туда. Ну, понятно. И там люди с диабетами, и другие, да? Да, там уже кто выживал, тот выживал. Кто нет, так нет. Нет, вы скажите, они с диабетом, а если бы им не делали вот этот протокол лечения, а другой какой-нибудь, может быть, они и выжили, да? Может быть. Но тут шло только на дыхание. И они делают снимки, они делают все. Привезли женщину тоже с диабетом. Она говорит, пустите меня домой. А ее всю трясет, кровати этой. Какая-то самая. И ей делают, короче, она не подается, не разрешает. И ей завязывают руки, и это самое, и дают маску. Она через эту маску, это были шланги такие, шланги пластмассовые, как вот... Понятно, понятно. С такими, как это вот. И она это не может дышать через это, это ей мешает. И ей, не знаю, что, вкололи. Потом в легких нашли воду, это самое. И взяли ее, перевернули как-то так, так, что вода эта вышла. Я уже не смотрела, я просто повернулась на бок и укрылась. И мне это сильно психологически на психологическое воздействие для меня. Ну, понятно. Вы выписали, с каким состоянием оттуда? Из реанимации. Вы в реанимации были тоже, да? Да, в реанимации. Потом я попала уже на другой этаж. Это как реабилитационный центр. Я вообще не ходила. У меня ноги за 15 дней, они пишут, что я 13 дней там находилась, а я там была 18. Потому что пока освобождалась, кровати освобождали для нас, это самое, это прошло еще 5 дней. И мне все время ставят капельницы, капельницы, но уже поставили мне дыхательные такие вот просто в ноздри, в ноздри поставили пластмассовая такая трубочка, которая подает воздух. Да, да, да. Ну, вот вы прописались из этой больницы в каком состоянии? В состоянии, что я не могла даже ходить. Вы, когда ко мне позвонили, вы не могли сходить, да? Когда я вам позвонила, я выписали меня 26 октября, и я с 26 октября, 26, 27, 28, 29, это 30, 31, еще 13 дней я лежала в реабилитационном, реабилитационный центр, и там я училась ходить, там я училась кушать, потому что я все заново училась, как маленький ребенок. Понятно. Уже пришли врачи и назначили другое лечение, более такое, вот, вирошперон, диратон, вот давали нам преднанизолон, нолипаза, и потом после, когда я... Вы когда ко мне позвонили, Вы в каком состоянии были, вот исходном? В исходном состоянии я ходить ходила, но у меня такое состояние было, что я все, у меня все горело, я не знала, куда идти, я не знала, что мне делать, я не знала, ответите ли вы мне, окажете ли вы мне помощь, это было как последняя моя вот надежда, что будет со мною дальше, потому что дыхания нету, такого, как я дышала, и я не знаю, что мне делать, куда мне идти. Скажите, пожалуйста, почему именно ко мне вы обратились? Почему? Ну да, там же и врачи, и врачи вокруг, и так далее, почему вы именно ко мне обратились? Так я уже выписалась домой? Ну да, выписались, но миллион людей есть вокруг в интернете, почему вы именно ко мне обратились? Как вам сказать? Ну, психологи есть, врачи есть, психотерапевты есть, везде есть, вот открываешь интернет, набираешь врач-психотерапевт, пришла с больницы и начала смотреть ваши помоги себе сам дыхание. С ключевым дыханием, это вот сегодня вот эти последние ролики? Дыхание, вот это последнее, и думаю, да, я буду делать это ключевое дыхание. Я начала повторять то, что вы говорите, один день я делаю его, но очень мало времени, смотрю, что меня начало штормить, что я, как, я не понимаю, что мне дальше делать, и я начала, вот, вроде бы 15 минут, там, 20, вы говорите, а мне нужно было больше, и что-то я не понимала, что-то я не, это вот. Это вы смотрели ролик, который называется «Целебный ролик». Да, помоги себе сам, «Целебный ролик». Да, вот с этого ролика. дыхание и волна, и волна, автоволна, да. Да, и эту делать волну. И я вот начала делать волну, вроде бы мне просто хорошо, а дальше, что дальше мне делать, как мне дальше быть, что спросить, как спросить. И я два дня вот так вот делала, но делала 15 минут, больше я не делала. Чувствовала облегчение и эти лекарства. И потом думаю, и потом я решила вам позвонить. Понятно. И позвонили, я сказал, вам 15 минут не хватает, видимо, вам надо делать дольше, сколько вам хочется. Да, и вы стали делать, сколько вам хочется, и вы стали... Садись и давай, и делай. Вот, плачется, плачь, боишь, бой, колебания, какие, в общем, движения, какие хочешь. У меня, я вначале начала делать круговые движения, нет, начала качаться в сторону, в сторону, вперед, назад, вперед, назад, потом начала круговые движения делать, потом я изнутри тебя начинают выталкиваться наверх, крики, плачет, и начала говорить, я начала говорить про эту больницу вам. Сказал, говорите, что в голову лезет, то говорите, это будет одновременно выговаривание, это механизм психоанализа, правильно, правильно, молодец, молодец, молодец. Итак, мы час, вы сказали, работай, работай, смотрю, это вот, смотрю, вас нету, и я, это самое, сама, дальше, дальше, дальше. Я оставляю вас, чтобы вы сами это делали, чтобы вы научились это делать сами. Да, и учиться сама. Друзья, кто новичок, обратите внимание, это совершенно иное, когда по методу ключ предоставляешь возможность человеку делать все самому. Да, и это мы делали с вами 12 и 13 число, я бы, два дня, я бы так по часу с чем-то вы со мной работали. Спасибо. Ну, я имею в виду, работали, я имею в виду, что я просто вы мне подсказывали и говорили, работай, плачь, плачь, делай, делай, дальше все сама делай, а я все жду, что может, я что-то неправильно у меня, вот эти два дня, а потом думаю. Смотрел, чтобы подсказать, что правильно, я говорил, молодец, молодец, а вот если вам не хотело плакать и не надо было бы себя заставлять, а вам хотелось плакать, значит, надо плакать. Вот кому хочется плакать, надо плакать, кому не хочется плакать, не надо плакать, у кого мысли плохие лезут, надо просто их выпускать, не надо бороться, не надо стараться расслабиться, вот это все лишнюю работу, которую обычно психологи, психотерапевты привыкли делать, не нужно, не нужно этой лишней работы, вот надо просто дать человеку переживать, о чем переживается и сказать ему делай как тебе нравится делай как тебе приятнее как тебе естественнее как бы ты хотела сделать хочется кричать, кричи хочется молчать, молчи хочется петь, пой хочется плакать, плачь то есть дай побыть самим собой я учу человека свободе потому что ей никогда не давали быть собой все в себе все в себе поэтому 13 ноября мы 12 и 13 вот мы поработали с вами вы мне как вы дали мне возможность работать самой и это и плач это и крики это и стоны и я чувствовала что когда я кричала вот что наступает облегчение и и потом пошла мокрота вот 13 числа у меня пошла мокрота я по чуть-чуть начала выплевывать а так просто кашель который душил меня он душил здесь в груди а солнечное сплетение вот здесь всегда камень камень стояла и потом стала потихонечку отпускать 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 это самое что а воскресенье я вам позвонила и вы сказали делайте сами и вы мне потом позвоните воскресенье я села дыхание сделала ключевое и начала петь само пришло да да само я руки подняла и пою но я пела чтобы соседи не слышали потому что первый день соседка говорит я выключила телевизор говорит не пойму это что ты там кричала я говорю да нет ты что ругалась с кем я поэтому всем говорю слушайте когда вы разгрузку делаете вы наверное возьмите дверь на ключ закройте чтобы соседи не подумали что вы с ума сошли да они же у вас в пихушку положат и скажут что она там орет или матом ругается или песни поет там и не поймешь она говорит ты так плакала ты так рыдала что у тебя там случилось я говорю да я попала это разгрузка ключевая это как раз это нету такого ни в йоге ни в цигуне нигде это специальная технология специальный алгоритм как выйти из 10 вот если 10 это шторм на ночь чтобы выйти а вы скажите вот сейчас у вас сколько градусов на градуснике от 10 вот у вас было в начале 10 было когда мы встретились а сейчас как как сейчас я посмотрю она умеет измерить самодификацию сделать я ее научил градуснику напряжения конечно это очень важно для людей которые выходят из стрессового состояния потом они могут этим пользоваться всегда в жизни да здесь мне хорошо не слышу не слышу я говорю мне хорошо сейчас хорошо да мне хорошо я вот с вами разговариваю и мне хорошо не ну это понятно может вы отвлеклись на разговор поэтому нет конечно так как я еще сколько дней седьмой день после больницы получается то тревожность утром я просыпаюсь тревожностью а так иду спать после этих упражнений после этих этой разгружки я иду и сплю аппетит успокоение потом аппетит появился стала кушать стала выходить на улицу я стала дышать я стала ходить очень большие такие расстояния в начале меня сын поддерживал а потом я потихонечку потихонечку сама я уже два дня выхожу сама с третьего этажа на улицу в поликлинику назад к врачу там это самое как сегодня полдня с двух часов 7 дней как вы вышли из больницы так за 7 дней может другие люди за 3 дня быстрее вы начали бы ходить без всякой саморегуляции оно мы с вами может быть не знаю но мы с вами проработали с 12 числа это была пятница суббота мы с вами за 2 дня вышли на саморегуляцию как вы говорите за 2 дня да за 2 дня я вышла за 2 дня в первый день это из нее вы вышли нет в первый день это вдох и снизили на 1 четвертую часть сколько в первый день у вас снизилось с 10 вот на шкале стресса сколько снизилось с 10 первых часть вот чуть ниже как до 5 да 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 вот так вот а второй день а второй день больше больше это самое еще больше я вам показала что осталось локоть только а воскресенье я уже сама без вас делала и это самое молодец слушай я пела потом опять плакала а потом опять пела а потом опять вошла в детство в свой характер что это значит в детство вошли объясните людям потому что кто-то может не понимает что мы делаем вы скажите что это такое я вас может быть гипнотизировал или внушал вам что вы в детство вошли или что они не путали это с гипнозом нет этот страх у меня с детства внутри утромный мама была моя беременная мною и они приехали в деревню к родителям моего папы и ее собака встретила и собака так поставила ей лапы на плечо а я так как это самое это мне мама уже сказала рассказывала почему потому что я всегда спала как маленький ребенок утробой маме спит а я всегда так подложилась и спала и я она говорит ты дышишь или не дышишь и поэтому это самое она мне уже потом рассказала вот была такая такая ситуация и врачу пошли посмотреть что к чему это самое но у меня этот страх собаки и потом я не стала говорить страху всего что происходило я видела смерть я боялась смерти я боялась воды я боялась высоты я всего боялась я всего боялась но шла хотя студенткой была и три прыжка с парашютом прыгнула молодец молодец прыжка сделала и смогла а вы еще очень грамотный человек я посмотрю потому что люди иногда говорят прыгнул с парашюта хотя знают что с парашютом вы говорите с парашютом прыгнула молодец какая да простите почему потому что студентка и я а эти парашюты были 45 года большие по 16 килограмм и вот сама его укладываю сама его вранец сама складываю укладываю сама это вот одеваю инструктор подходит и готовься короче из 30 нас осталось трое а вы личик это покажите Валентина личик это покажите потому что да в камеру не стесняйтесь не стесняйтесь мы будем вами любоваться знаете почему потому что я еще хочу вам показать картину которую я сделал я ее закончу сейчас сфотографирую видно ее нет сейчас сейчас на видео нажимаю а вы экраны видите нет сейчас не вижу у вас не так покуда я записывал я не могу понять как же я записывал что вы там не нажали кнопку что ли ну я не знаю какая запись получится потому что я обычно вижу вот я обычно себя вижу и вас вижу а сейчас я не вижу себя я хочу понять картину видно сейчас там или нет да вот нажимаю Хосай Магомедович у меня не получается ну ладно бог все это у меня летящий мотоциклист ангел мотоциклист это я делаю там есть веломарафон когда на Дарби Ридзе с группой велосипедистов по миру крутятся по миру по всему миру несут марафон доброты напомнит людям о добре чтобы добро победило злом но я эту картину к этому делаю но я хочу эту картину ее сфотографировать и вам прислать потому что это в честь нашей дружбы потому что как раз я ее делал когда вот мы несколько дней с вами встречались вот послушайте меня что-то там нажимайте не нажимайте пожалуйста больше я вас умоляю как говорят девочки а да а тут написано Хасай ведет запись звонка да 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 я же записываю видео я вам сейчас покажу как мы это записали вы одобрите и мы выпустим если одобрите не выпустим а я хочу сказать вам что большое огромнейшее спасибо вам и кто комменты писал тоже их благодарю она там так плакала плакала что наверное задел всех соседей когда я говорил что мы будем с вами это комментарии писали после первого нашего ролика когда вы говорили да а другая комментария женщина говорит есть кому поплакаться в жилетку я сама справилась она тоже молодец что сама справилась молодец конечно я только это приветствую мне же это тоже головная боль меньше понимаете когда люди знают книгу мою прочитали и пользуются ролики посмотрели и пользуются которые вообще метод ключ не нужен они сами пользуются но когда они попадают вот такой стресс это совсем другое дело вот эту методику ее ни в йоге нету ни в медитации нету ее нету нигде потому что тысячелетиями йога отрабатывалась но с другими задачами я же эту методику отрабатывал после терактов когда людей выводил из шокового стресса потому что они там психологов в этот момент слышать не могли такое переживание такое состояние ну прямо мозг взрывается ты глаза закрываешь а перед тобой взрыв перед глазами ну много ли там чего происходит когда люди просто психологические методы и там вот это я разработал и поэтому эта штука помогает выводить человека из любого стресса за очень короткое время и мало этого он обучается сам себя приводить в порядок ну вот вы сами делали потом вот как у вас получилось вы что имеете ввиду я с вами вчера не встречался вы сами делали да мы с вами не встречались два дня да вы сами делали да ну расскажите в двух словах сейчас скажу я в воскресенье сейчас скажу вам в воскресенье мы делали сами я делала сама мы сказали так в воскресенье делаешь сама в воскресенье когда я сказала вам что я запела а после этого я минуты две или три пела и пошла волна я делаю дыхание волна сильнее я стала разговаривать я стала говорить я стала говорю потом опять пою и опять движения опять круговые движения я потом встала начала делать вот эту разгрузку шалтай-болтай да я скажу для тех кто не знает что такое шалтай-болтай это как дети делают когда мальчик или девочка стоит и болтает руками влево вправо вправо и тоже сейчас сделала это все и у меня такое облегчение я почувствовала огромнейшее облегчение солнечное сплетение стало как бы меньше стало вот это здесь в солнечном сплетении как будто бы меньше стало давить я стала ну короче я стала ходить по квартире давай готовить давай убирать давай это делайте одно второе третье вот так вот а утром опять просыпаюсь чувство тревоги я опять села нажмите Валентина нажмите кнопочку чтобы камера была а то человек смотрит и не видит ничего только слышит а где моя камера вот там кнопочку под камерой и знаете что скажите мне если бы вам в больнице вот молодец вот сейчас уже видно вот если вам в больнице если бы вы мне позвонили из больницы и мы бы с вами там занятия провели для всех как вы думаете там можно было бы этим заниматься или нет вот если бы я как с вами отсюда занимался а там бы вы были в больнице и вам бы врачи разрешили мы бы договорились с главврачом и заводелением и повесили там большой монитор и я бы вот так давал советы как вы думаете там была возможность такая это сделать нет думаю что нет а что там помешало бы потому что люди которые чувствуют себя чуть чувствуют себя по-разному кто-то начинает ходить сразу в тот же день вот так как такая как я была слабая как они мне сказали что вы очень слабенькая не ходила плохо видела плохо соображала там были разного возраста так как я вот вот то есть вот вы могли тогда когда вы там находились в тот момент в той стадии своего состояния меня услышать и например сделать то что мы делали потом или нет потому что я не знаю как вам сказать про это потому что нас я включала даже там расслабляющуюся музыку такую и они так смотрят на меня и говорят что эта женщина слушает а что вы а что вы делаете я говорю просто расслабляющую музыку слушаю чтобы можно было расслабиться потому что вы имеете ввиду окружающих я имею ввиду не окружающих я имею ввиду если бы все окружающие занимались тоже и врач занимался тоже я это имею ввиду что все вот там я имею ввиду ваше состояние в котором вы ко мне пришли с 12 числа да а если бы вы раньше в больнице уже подключились и все врачи подключились и все больные подключились я об этом сейчас я вам скажу я об этом подумала а там осталась женщина Вера и я ей звонила чтобы сказать про ваш метод но она не взяла трубку я несколько раз два дня звонила подряд и она не взяла трубку но тоже с дыханием и кашель постоянный и дыхание она без скажите вот вы в том состоянии в котором вы там находились в больнице могли со мной так заниматься может быть могли бы или не могли бы вот мне надо понять могла бы но мне не разрешили бы а понял я почему спрашиваю потому что я могу предложение сделать нашему министерству здравоохранения чтобы они об этом подумали что может быть нам внедрить в больницах везде вот вот там на уровне палаты реанимационной это можно было бы сделать если бы они хотели очень хорошо а не слышу очень хорошо просто я не могу вам сказать все люди разные и врачи разные и иногда смотрят на тебя и говорят а ты что больше знаешь чем мы не не я имею ввиду если они согласятся я это имею ввиду я имею ввиду по состоянию здоровья вот вы в реанимации лежали я поняла я поняла реанимации у нас телефонов не было там реанимации нам вообще я вам хочу сказать что я села и делала движение вот эти волну эту делала я раскачивалась круг делала подходит эта студентка и говорит Валентина вы что делаете вы где она говорит что вы делаете я говорю я просто раскачиваюсь я села сижу и раскачиваюсь раскачиваюсь она говорит а вы где находитесь я говорю в реанимации она говорит а я говорю я еще с ума не сошла ну понятно они неграмотные ну они просто не знают пока понятно она подошла посмотрела мне в глаза а потом уже по кайфу по кайфу а что по кайфу а кидали нам немножечко этот что наркотик что наркотик а вам наркотик давали вместо волны вам давали наркотик понятно чтобы я не это спать они же не знают что волна как раз и вырабатывает эндорфин в организме ну понятно я прямо не знаю вот мы так долго сейчас разговариваем чтобы мы сейчас уже завершились мы с вами можем вторую часть сделать через несколько дней вторую часть вот сейчас у нас вебинар будет четверг да я знаю в четверг я вам в подарок пришлю бесплатный вход на 20 часов я хочу сказать что потом мы еще можем встретиться но я хочу сказать чтобы мы все понимали насколько вам помогло метод ключ что вы делаете насколько вам помогло измениться в состоянии насколько вам стало лучше по сравнению с первым моментом и сейчас разница в чем разница большая огромнейшая и вам большое большое спасибо спасибо всем людям которые писали комментарии сейчас я хочу немножечко сказать это тоже для меня поддержка во-первых я поняла осознала что люди сами по себе добрые что стараются тебя поддержать стараются тебе помочь при вашей помощи а вы как вам сказать вас называют и учителем я тоже читаю что про вас пишут и учителем и доктором называют а вы такой человек мне кажется вы все время говорите восток и запад восток и запад и меня немножко я могу сказать эти слова что восток действительно очень там люди мудрые они имеют колоссальные знания даже на сегодняшний день есть такие люди восточные люди вот я читаю я читала про историк который описывает Армению политолог историк отличница женщина и когда я прочитала историю Армении вот сейчас вот эта война эти убитые молодые люди я посылала там немножечко денег им для больных которые раненые были семьями вот как бы в помощь что могла и вы знаете для меня этот я открыла этих людей востока что это мудрые люди что у них столько знаний которые они добрые они делятся этими знаниями и показывают и рассказывают а мы не понимаем мы не понимаем их поэтому я я так чуть-чуть немножечко как бы открыла для себя восток и через знания через отношения у них огромнейшая любовь у них огромное они сами собой жертвуют и помогают всем людям они никому не отказывают они никому не отказывают бедному бездомному они всегда придут на помощь несмотря ни на что вот как бы есть конечно восточное конечно есть 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 я очень рад что я родился между западом и востоком в Дагестане в Дагестане это да я между прочим лауреат премии Ленского комсомола Армении при том что у меня фамилия Алиев это необычный случай единственное на планете я такой так хотя бы они все время там с Алиевыми там ругаются воюют а тут дали мне премию потому что у меня было очень много женщин 15 тысяч женщин в Армении занимались микроскопами уставали я им помогал у меня был в электронной промышленности да-да я там 5 лет работаю у меня там много друзей у меня много друзей вот Мисак Ханданян у меня есть друг который силач такой просто невероятный силач но самое главное его мама силач да-да-да мама у него тоже тяжести дай бог здоровья дай бог здоровья друзья мои Мисак Жан если его видишь я тебя обнимаю давай давай очень великие люди великие очень глубокой души люди да ну конечно среди армян и русских и аварцев и кумыков и лезгинов и даргинцев и евреев и цыган наверное тоже разные бывают да-да в нашей школе человек будущего homo futurus в нашей школе человечности как раз таки мы как говорится настраиваемся и подтверждаем подтверждаем и усиливаем человек и человечность человеческие качества вот это взаимопомощь взаимодружба а вы меня сейчас потрясли тем что вы там денежку посылали людям которые там умирали я просто не знал об этом что вы такая поэтому я вам действительно сфотографирую эту картину это необыкновенная картина потому что я ее писал уже сколько 4 года пишу эту картину велосипедист до международного вот этого марафона доброты который несет на Дарберидзе я сфотографирую вам пришлю и у вас будет эта такая фотография эта картина она будет честь и вас потому что вы сейчас согласились рассказать свою историю для всех в нашей школе человек будущего homo futurus чтобы они все поделились что человек оказывается может может справляться с любыми стрессами если несется к этому серьезно да и сам может работать мне только надо подсказать я могу подсказать дать советы огромнейшее спасибо огромнейшее спасибо а я вас целую обе щечки и еще в придачу в нос потому что вы будете сейчас молодеть 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 да вы мне обещали в первый же день и я решила молодеть правильно вы сделали правильное принято решение приведет к успеху да и мы всем друзьям очень хорошо спасибо вам большое я себя чувствую хорошо спокойная после вот больницы еще я немножечко слабенькая как она мне говорит врач вы еще слабенькая меряет мне ситуацию 65 я говорю так у вас тут жарко для меня это я еще дышу вы посмотрите какая я розовая я говорю давайте на улицу я выйду и посмотрите как я быстро пойду не не вам скажите вот сейчас ваше состояние лучше стало вот мы с вами да я говорю я себя чувствую хорошо огромнейшее вам спасибо я спокойная я спокойная я я от лица всей школы вам желаю здоровья счастья да и как мы обычно говорим и успехов и творческого долголетия открывать свои способности и таланты пожалуйста быстрее занимайтесь любимыми делами и вся школа вам передает привет от моего лица и вы школе тоже передавайте привет мы все вместе вместе мы силы я вот сейчас буду искать подвижников чтобы внедрить это и в здравоохранение да 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 конечно ну как что за врач который не знает что такое ключ это позор ключ уже в методическом руководстве по психотерапии в учебнике по физкультуре до 10-11 классов профессор я в Молдавии ну как вы же в Молдавии живете ну да ну вот всем привет я в Молдавии меня просто интересует меня я ищу мне это интересно я смотрю один ютуб смотрю второй ютуб это не для меня это нет мне нужно так другое 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 чтобы люди были здоровы чтобы люди были счастливы чтобы уже этот солдатский сапог не топтал эту землю не убивали друг друга вот 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 этим в школе человек больше занимаемся сокращением кризисов войны на планете сохранением разума на земле мира на земле и не случайно у меня этот велосипедист ангел несущий добро в мире так я вам хочу сказать у вас у вас Тираспольская швейная фабрика была да это в Тирасполь мы туда уже не ездим они отдельно от нас они от вас отдельно но Тираспольская швейная фабрика там была герой социалистического труда Соловьева я ее научил это на клубе директоров промышленных предприятий СССР у Агамбегяна я каждый раз приглашался в этот клуб и я там учил всех директоров промышленных предприятий СССР таких больших директоров Красноярской ГЭС Омшин и так далее и там и Соловьева была она у меня научилась она мне говорила а я девочке говорю ну в ткацкой фабрике девочке говорю ты смотри в точечку и считай у меня до пяти ты успокоишься и она смотрит в одну точку считает до пяти и успокаивается она говорит вот как ты меня научил я это по старой методе я их учил что в девяностых годах в восемьдесят третьем году в восемьдесят третьем году да она начинает успокаиваться я говорю а зачем вы это делаете она говорит если бы вы знали как это работа с женским коллективом и я сразу понял я сразу понял Соловьева какая она молодец именно для женщин они такие эмоциональные они так нуждаются в точке опоры защите ну конечно конечно да я очень вам благодарен что вы согласились на эту встречу рассказать эту историю спасибо вам большое будем следить за комментами что вам Peru да вам большое спасибо и всем и всей России большое спасибо и всем россиянам желаю здоровья счастья удачи любви и всего-всего хорошего и даже тем кто будет писать комментарии вы меня простите может что-то я не так сказала что-то я не так сказала а вы из России желаю Молдавии привет здоровья счастливо процветания Мы всегда жили дружно, мы всегда были... Конечно, конечно. Это, блин, я помню и ценю. Ролик выйдет через час примерно. Я вам пришлю ссылку. До встречи.